Всем привет дорогие друзья вы на канале тренд кино топ этот канал посвящен сериалам здесь вы увидите только новинки сериалов а также анонсы и обзоры на российские украинские сериалы и так далее дорогой и друг а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик чтоб не пропустить следующие видео ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть обзор на сериал место под солнцем приятного просмотра поехали сюжет сериала предательство любимого человека разделила жизнь марты девушки из провинциального городка надо и после ее несправедливо обвиняют в убийстве и она вынуждена бежать из родного города случайное знакомство с дмитрием приводит марту столицу в богатый дом него отца кандидата в столичные мэра игоря парфенова каждый из членов благополучный на первый взгляд семьи прячет собственные скелеты в шкафу а марта вынужденная жить в этом доме под чужим именем неожиданно окажется в центре большой и серьезные игры в которой замешаны деньги сведения личных счетов а также финансовые аферы и конечно же человеческие страсти ну а теперь описание всех серий обзор первая серия марта рай цена родилась и выросла в васильевске живет с любимым мужчиной романом заботится о матери раисе и младшим братья кости если бы не роман и младший брат марта давно бы уехала отсюда она с детства мечтает о столице поступить в институт стать дизайнером ювелирных украшений жить в большом городе но пока все не складывается столица совладелец строительной корпорации стрелстро и кандидат в мэры города игорь парфенов конфликтует с сыном дмитрием из-за его увлечения автогонками дмитрий участвует в очередных гонках и попадает в аварию спасает его лучший друг олег марта узнает что у романа есть огромный долг если не вернет в срок его могут убить роман просит марту взять деньги из сейфа магазина на время марта отказывается вернувшись с работы марта обнаруживает что роман исчез прихватив с собой все ее деньги и скромные украшения вторая серия марта вернулась в дом матери и живет в своей старой комнате девушка готовится к переезду в столицу и даже уже сообщила об этом катерине владелица магазина в котором она работает но тут в ее жизни опять появляется роман он клянется что все исправит и сделает так чтобы марта его простила марта дает ему еще один шанс дмитрий восстанавливается в санатории там он знакомится и заводит роман с мариной тренером по йоге узнав что на днях она заканчивает свою смену и уезжает домой дмитрий неожиданно для самого себя делает ей предложение роману звонят кредиторы он крадет у марта ключи от ювелирного магазина и сейфа утром марта приезжает на работу и обнаруживает распахнутый пустой сейф в котором торчат ее ключи а рядом труп катерины которая явно пыталась остановить ограбление понимая что все улики указывают на нее марта убегает с места преступления 3 серия марта не дозвонившись роману принимает решение нужно бежать из васильевска роман прячется у юрия в заповеднике роман признается что это он ограбил магазин и случайно убил его владелицу он совершенно не собирался подставлять марту просто так получилось юрий советует роману сидеть тихо авось самора сосется полиция как того и боялась марта объявляет ее в розыск алексей сообщает кристине что узнал об ее измене и подает на развод горин знакомит парфенова с валерий участницей секретной сделки выясняется что стройка в васильевске это нечто большее чем просто коттеджный городок марта пытается поймать попутку до столицы по стечению обстоятельств ее подбирает автомобиль на котором олег везет дмитрия с мариной в столицу олег подмечает поразительное сходство марина и марты они словно сестры дмитрий садится за руль и решает полихачить 4 серия марта и дмитрий в полицейском участке у них берут показания марта замечает на стене свое фото разыскивается именно в этот момент полицейский показывает ей паспорт марины корниловой это ваши документы марта кивает мои дмитрий в шоке смотрит на нее но через несколько секунд понимает что спасен марта подтверждает что во время аварии за рулем был олег отныне марта марина корнилова невеста дмитрия парфенова а марта рай цена погибла во время ужасной аварии кристина требует от парфенова развестись женой угрожая рассказать прессе про их роман и его незаконные дела в васильевске роман узнав о гибели марты очень переживает и винит себя но юрий убеждает его что случившего не изменить и нужно жить дальше чтобы отвлечь друга юрий рассказывает о новом деле которая может решить все финансовые проблемы романа жени готовится к свадьбе не подозревает что же это и серия похороны олега дмитрий разбит но пытается держаться марта одиноко стоит у стены она тут никого не знает и не понимает как себя вести как только представляется возможность она уезжает домой марту подвозит алексей ему по дороге в машине они разговаривают и впервые за все время которое марта находится в столице она наконец расслабляется с алексеем ей комфортно и спокойно дмитрий в это время пытается утешить ника лучшая подруга его сестры жени которая давно в него влюблена васильевский роман по сговору с юрием подстраивает случайную встречу с бывшей одноклассницей ларой лара глава землеустройства васильевске именно она должна подписать разрешение на стройку в заповеднике что и поможет роману решить все свои финансовые проблемы по странному стечению обстоятельств это именно та стройка из-за которой разгорелся конфликт у парфенова с алексеем свадьба жени и волкова изрядно выпившая кристина накануне сильно поссорившийся с парфеновым намекает волкову что знает о его похождениях потом ссорится с григорием и конфликтуют с мартой а в самый разгар торжества выходит на сцену откуда объявляет о разводе с алексеем а еще намекает на то что глава дома вместе с новоиспеченным женихом проворачивают незаконные дела горин уводит кристину со сцены гости в шоке рано утром марта выходит на лужайку кругом следы вчерашнего торжества вдруг марта резко вскрикивает среди роз прямо под балконом второго этажа лежит кристина шестая серия следователь полиции никита саников видит репортаж о гибели кристины стрельницы кой у никиты свои давние счеты с парфеновым которого он винит в гибели своего отца федор санников когда-то работал на парфенова был его главным инженером а потом вдруг погиб при загадочных обстоятельствах никита санников понимает что дело о гибели невестки парфенова должно достаться ему но пока следствие ведет коллега санникова купцов купцов уверен в том что произошедшее это несчастный случай обещает горину закрыть дело испуганная марта решает бежать из дома если начнут сверять отпечатки пальцев то быстро узнают кто она дмитрий ее отговаривает такой побег только вызовет подозрение а отец в любом случае сделает все чтобы дело быстро закрыли санникова удается уговорить своего начальника передать дело ему седьмая серия санников сообщает алексеев что кристина была убита все в доме потрясены этим известием получается убийца кто-то из них санников хочет допросить всех членов семьи и взять отпечатки пальцев первая марта поскольку именно она нашла тело кристины марта в панике но вынуждена согласиться чтобы не вызывать подозрений санников едва успевает получить ее отпечатки как является адвокат парфеновых и выставляет следователи из дома у того нет официальных оснований проводить следственные мероприятия марта надеется что ее отпечатки никуда не попадут дмитрий несмотря на то что его семья против возвращается к гонкам в васильевске выпускной кости с отличием окончивший школу ввязывается в драку кто-то из одноклассников нелестно отзывается о его матери марта которая отчаянно скучает за братом видит в интернете новость о драке на выпускном и узнает что костью забрали в полицию рано утром марта едет в васильевск она понимает что больше не может оставлять брата без присмотра поздно ночью тайком от матери она пробирается в свой старый дом и признается кости что жива никите санякову приходят результаты проверки отпечатков пальцев отпечатки марины корниловой принадлежат подозреваемой в убийстве мартира и циной 8 серии парфенов угрожает шефу санникова у него есть компромат на начальника следственного управления мазур закрывает дело о гибели кристины узнав об этом санников немедленно увольняется кости приезжает в столицу и селиться в небольшой квартирке на окраине которую сняла для него марта марта готовит брата к тому что он станет репетитором вики парень не очень этому рад у него были совсем другие планы на жизнь в столице но он вынужден слушать сестру марта начинает работать в стрелстве она знакомится с коллегами и постепенно завоевывает у них авторитет единственный человек который не принимает марту юлия она знает что марта невеста дмитрия но несмотря на это ревнует ее к алексею скромная свадьба марта и дмитрия куда приглашены только самые близкие пресса марта закрывая лицо вуалью следит за тем чтобы не попасть в объектив камеры не подозревает что за ней давно следит никита санников а еще марта по-настоящему расстроена ведь она понимает что влюбилась в алексея 9 серия перепуганная марта сидит в машине у санникова тот спокойным тоном сообщает что она должна стать его ушами и глазами в доме парфеновых и обо всем докладывать марта отказывается ей уже все равно даже если посадят в тюрьму но никита угрожает что тогда проблемы будут не только у нее но и у ее младшего брата он обещает марте что лично сделает все чтобы кости тоже оказался за решеткой марта вынуждена возвращается в дом парфеновых санников возвращается домой и обнаруживает у подъезда ждущую его ольгу она признается что поделала экспертизу о смерти стрельнице кой по приказу начальства санников прощает ее они проводят вместе ночь санников вспоминает что у ольги есть приятель журналист и просит познакомить с ним ольга настораживается парфенов с гориным принимают решение избавиться от алексея 10 серия марта узнав парфенове мужчину который был с крестиной васильевске понимает что должна сказать алексею правду его жена и очень были любовниками но она никак не может на это решиться тем временем парфенов приезжает к купце ува он заявляет что вспомнил важную информацию которая поможет следствию докопаться до истинных причин смерти кристины в васильевский роман делится с юрием деньгами который получил от григория и говорит что узнал секрет парфенова стройка только прикрытие кости продолжает заниматься с викой постепенно они начинают сближаться века признается что у нее совсем нет друзей кости предлагает вики свою дружбу санников встречается с мартой ему не нравится что она дает ему мало информации санников напоминает марте о том что у нее могут быть неприятностей требует от марты чтобы она узнала какие дела у парфенова в васильевске ночью алексей в раздумьях сидит в саду к нему подходит марта они тепло и доверительно разговаривают марта не выдерживает и решается признаться алексею в своих чувствах но ее прерывает следователь купцов который явился чтобы задержать алексея по подозрению в убийстве кристины марта с ужасом смотрит как полицейские уводят ее любимого 11 серии марта потрясена арестом алексея она дозванивается санникову и рассказывает об аресте алексея просит помочь марта уверена что он не убийца утром следующего дня алексей встречается с адвокатом семьи парфеновых который сообщает что все улики против него как и показания свидетелей парфенова гориной волкова позже суд на основании этих показаний приговаривает алексея к содержанию под стражей до окончания следствия вика не выдержав тяжелой обстановке в доме приходит кости они оба постепенно понимают что их чувство больше чем просто дружба парфенов заявляет прессе что не намерен препятствовать правосудию если алексей арестован справедливо то он должен понести наказание совет директоров с подачи парфенова отстраняет алексея от управления компанией теперь парфенов может сам принимать все решения в полицию приходит домработница парфеновых лидочка которая заявляет что это она убила кристину 12 серия начальник следственного управления мазур после признаний лидочки приказывает купцеова провести следственный эксперимент а сам звонит парфенову и докладывает о визите его домработницы тем временем марта по просьбе алексея встречается с частным детективом алексей хочет чтобы тот продолжил расследовать убийство кристины ольга переживает свою ссору с санниковым она пытается объяснить сыну петьки почему никита к ним больше не приходит петька расстроен он любит никиту в доме у парфеновых проходит следственный эксперимент лидочка показывает и рассказывает как все произошло санников мирится с ольгой алексей выпускают из сизо марта счастлива алексей в тот же день забирает аню здание из дома парфеновых и возвращается к себе в квартиру он не может больше жить в одном доме с парфеновым 13 серия дмитрий решает завязать с алкоголем и возвращается к гонкам роман отдает оригиналы документов на землю григорию придумав новый более прибыльный способ шантажа парфенова теперь ему известно что скрывается застройкой коттеджного города и он намерен на этом заработать парфенов посоветовавшись с гориным соглашается на предложение марты стать его шпионом алексей решает узнать всю правду об отношении кристины и отчима алексей рассказывает марте об измене кристины а еще обещает что поквитается с парфеновым марта впервые видит алексей в таком состоянии ей хочется как-то помочь ему успокоить и все заканчивается поцелуем 14 серия алексей ошеломлен поцелуем с марта и твердо заявляет что это была ошибка у него не может быть отношений с женой брата марта чуть не плачет пытается объяснить что с дмитрием ее ничего не связывает они скоро разведутся но алексей не хочет ничего слышать санников в нетерпении ждет от марта новостей о парфеновых алексей приезжает на стройку васильевск видит своими глазами что она идет полным ходом григорий который готов к встрече его предупредил парфенов передает алексею все документы на стройку копии липовых документов от романа алексей отправляется с этими документами главе комиссии по землеустройству лари парфенов уверен в том что убедившись в том что с документами все в порядке алексей признает поражение но тут выяснится что документы фальшивые об этом узнает григорий а позже парфенов марта слышит разговор парфенова с григорием и предупреждает санникова что парфенов срочно выезжает васильевск пятнадцатая серия марта говорит с раисой которая требует у нее денег за свое молчание иначе она пойдет в полицию и сообщит что марта не та за кого себя выдает марта обещает что-то придумать она просит костью никуда не уходить из дома и присматривать за матерью пока не решить с ней проблему кости недоволен ему надоело постоянно делать то что велит марта к тому же он влюблен в вику и скучает по ней на совете директоров алексей заявляет что документы на строительство васильевске фальшивые требует отстранить парфенова от управления корпорацией но парфенов неожиданно для алексея предъявляет настоящие документы которые подписал у лара и ломает все планы алексея алексей понимает что снова проиграл в довершение парфенов прямо говорит алексеев что ему помогла марта алексей в ярости требует вызвать марту но ее нет на работе марта взяла выходной кости пишет вики и предлагает убежать из города марта приходит на работу и сразу идет к алексею чтобы поговорить с ним о том что произошло между ними димы и тут алексей обвиняет ее предательстве он знает что это именно она все рассказала парфенову марта пытается оправдаться но алексей не хочет ее слушать алексей забирает детей и ни с кем не попрощавшись уезжает из города он хочет пожить у моря решить что делать дальше наступает день дебатов парфенов ожидает триумфа 16 серия день дебатов по требованию парфенова съезжаются все члены семьи марта дмитрий жени волков вера федоровна и вика пресса делает общее фото семьи парфенов уверен что он уже в кресле мэра тем временем кости готовится к побегу с викой парфенов с блеском ведет дебаты победа явно на его стороне он даже не подозревает что в это время марта дмитрий санников обманом увозит романа из охотничьего дома миша горин которому звонят охранники для подтверждения что романа можно отпустить игнорирует телефонные звонки это уже не его проблема он начинает финальный этап своей игры парфенов с блеском выигрывает дебаты но в момент триумфа вера федоровна сообщает мужу что разводится с ним и забирает акции стрелстроя парфенов в шоке и не может понять что случилось его верной женой спасибо за просмотр дорогие друзья помогите набрать 50 тысяч подписчиков как только мы достигнем эту планку мы сразу же открываем второй канал на ю тубе канал уже проектируется где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи каждый из вас может помочь в этом деле подписаться на канал тем самым вы поможете нам в добрых делах сделаем мир чуточку добрее до новых встреч